В Министерстве уточнили, что данная программа предоставляет промышленным предприятиям возможность возместить до 20 миллионов рублей затрат по подключению к коммунальной инфраструктуре на уплату первого взноса по договору лизинга на приобретение нового оборудования отечественного производства, на компенсацию до половины расходов, связанных с приобретением этого оборудования. В приоритете объявлены проекты по производству комплектующих изделий, повышению производительности труда, а также проекты, связанные с переработкой леса. На это федеральным правительствам выделено 100 миллионов рублей на 2022 год. Они будут распределены между победителями отбора в соответствии с целями и задачами региональной программы развития промышленности и инвестиционной политики Республики Тывана 2022-2024 годы. Заявки будут рассматриваться на конкурсной основе. Обязательно о начале приема заявок министерство известит на своем официальном сайте. И все это будет чисто открыто на конкурсной основе. Заявитель должен являться юридическим лицом, коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем. Результативность проекта будет оцениваться по объему выручки, налоговых поступлений, частных инвестиций и количеству созданных высокопроизводительных рабочих мест. Срок займа не более пяти лет. Сумма займа от 10 миллионов. И самое главное, это процент низкий. Первые три года это один процент, остальные два-три процента. За счет реализации программы, в рамках которой в промышленность республики будет вложено почти миллиард рублей, предполагается добиться ежегодного прироста промышленного производства на 5%. За три года будет создано дополнительно еще более одной тысячи новых рабочих мест. Перед республикой поставлена задача почти девятикратно увеличить объемы собственной продукции в обрабатывающей отрасли. С сегодняшних полмиллиарда до почти пяти миллиардов рублей. Сайган Бирбеш, Олбан Монгуш, Азамат Очур, Тува-24.